ну вот дорогие мои подписчики я андрей разин сегодня здесь майами вот видите умышленно сделали ремонтные работы начали все тут свозить перед домом президента и делать такие работы закрывать проезды вот сейчас только единственно что пустили журналистов cnn я постараюсь подойти здесь договорился секьюрики они меня пропустят и я постараюсь отснять здесь репортаж специальный где в дом трампа все говорят что дональд трамп живет на океане нет вот смотрите катер который мы все его с нами увидим ну дональд трамп живет на не на океане а он живет на заливе это залив озеро и вот его дача который он спускается всегда купается это чистая вода с рыбой со всеми вот вот его непосредственно беседка его любимая которую он всегда проводит семьей вот его охрана охрана у него пожизненно видите стоят будки специальная вот ворота и вот мы тихонечко едем посмотрите вот ворота секьюрики все точно так же закрыта охрана везде вооруженная и вот мы сейчас с вами проезжаем вдоль его дома в одну я на океане живу а он живет именно на внутреннем залив чеки пресная вода кстати вот это забор идет его полностью всего и менее вот но я в интервью вам скажу действительно это дико потому что я пережил на привольном в августе когда я приехал в отпуске бабушки арест михао сергеевича горбачева президента ссср которого арестовали в фаросе а мы вот его дом посмотрите вот центральный вот самое главное вот он его дом сам настоящий вот укол где они заходят и вот ворота вы видите охрана везде вооруженная стоит никого не пропускают это вот и есть это точно так же было в селе привольном а также улицу нашу школьную перекрывала милиция никого не пускали с 85 года до 91 до ареста а потом когда михао сергеевича арестовали меня вместе с бабушкой и мария бандилевна и его мамой вы видите наш ним сейчас покажу фотографии где он михао сергеевич в этом доме у марии бандилевны в этом доме провели три дня и все три дня мы не знали думали о том что же все-таки будет с михао сергеевичем арестует его убьют или нет вот подъехали непосредственно к даче который я непосредственно купил и вот здесь уже смотрите за этой дачей океан а он живет не на стороне океана он живет на стороне залива океан находится вот здесь буквально через дорогу сейчас мы поэтому поворачиваем я тут вам пока все не могу раз объяснить но так как я переживаю такие же чувства как переживал тогда в 91 году в августе когда был арестован президент советского союза ядерной державы вот смотрите вот это воевнение которое его полностью принадлежит полностью ему мы будем сейчас проезжать с правой стороны вот после этого поворота вот начинается после этого дома начинается его имение но также я пережил второе это кучу 2 и уже хотели арестовать президента российской федерации вот начинается его дом можете смотреть эти уже дома идут его владение и вот секьюрики все охраняется президент соединенных штатов америки охраняется и вот бориса ельцина то же самое стояла охрана и его пытались арестовать почистые объявили уже о том что будет арестован некоторые говорили даже сразу привести в исполнении смертный приговор то же самое горбачёв это грозило но когда я приехал соединенных штатов америки вы понимаете столкнуться это в соединенных штатах америки где никогда такого не было президента всегда уважали и вдруг здесь происходит вот такая вот каналия и я опять попадаю третий раз в канун своего 60-летия попадают это ужас и вижу такое что творится но хочу вам сказать что людей пока мало сегодня суббота может быть завтра воскресенье понедельник вроде как должен вылететь на самом самолете вот здесь ведь и катера стоят но я думаю что воскресенье будет побольше людей мосты перекрыли и вот здесь стоят только эти журналисты и я естественно договорился обязательно сделаю здесь интервью для вас ведь его поддерживают ну а так все ремонтная работа и туда куда его в нью-йорк привозят и тоже увидел что задолго все леса опять ремонты и для того чтобы улицы перекрывать чтобы останавливаться тут нельзя полиция здесь постоянно едет запрещает здесь останавливаться и надо только ехать и ни в коем случае останавливаться ну вот дорогие мои дорогие друзья я андрей разин сегодня здесь в субботнее время вы видите что творится я тут недалеко проживу и опять мне везет как с президентами так я куда-то поселяю с президентами происходит я жил в селе приводом на улице школьной соседнем доме и вдруг пучистой арестовали президента ссср михаила карбачева держали его заперти три дня я в этот момент с бабушкой с мамой расстреляют они арестуют что они с ним сделать с президентом ссср я это пережил после этого я жил на улице лесной городе москве и то же самое обещали моего соседа по улице лесной бариса ельцина также рисовать и также его расстрелять пучистый и вот сегодня приехал уже больше года здесь нахожусь и поселился в этом прекрасном месте возле дональда трампа это уже третий президент на моей жизни когда уже едешь так далеко и приезжаешь в эту страну и покупая здесь и здесь опять попадаешь в такую же ситуацию я конечно очень против чтобы президента сажали расстреливали чтобы им предъявляли обвинения потому что это будоражит все страны мира я считаю что это неправильно что президенту предъявляют обвинения унижают надевают наручники мы помним ситуацию с Евгением Карпачевым тяжелое время до него как они его арестовывали и держали в запретине и разрешали даже выйти с дачи вы смотрите что делается можно пройти по лигу я председатель телекомпании СНН все тут очень много улиц очень много флагов люди едут по всем городу по всему этому городу везде поддерживают Трампа этот штат вообще его поддерживает поэтому вот жизнь меня все время толкает так что я всегда сосед становлюсь тех кто сидит на фронте пытаются арестовать но у Соединенных Штатов я никогда не думал этого потому что со всего существования этого государства никогда еще не предъявляли обвинения и не арестовывали президента Соединенных Штатов Америки и надо же опять я попал в центр всех событий всегда ваш Андрей Рахин берегите свои семьи не нарушайте законы живите мирно не надо убивать людей не надо воровать не надо заниматься противоправными действиями и тогда вся жизнь ваша будет счастливая как бы у меня и руководителя группы в Америке потому что я не совершал никаких преступлений поэтому уголовных дел никогда не переживал за исключение коммунистических проблем но думаю что все это придется и сегодня я тоже здесь я поддерживаю Дональда Трампа потому что нельзя к президенту Соединенных Штатов Америки так относиться это в принципе оскорбление так что я буду искать я хочу сказать так что я хочу сказать что я буду делать Продолжение следует...